всем привет с вами дмитрий урсул это рубрика эксперименты поехали идея этого видео родилась достаточно спонтанно я давно задался вопросом а как же звучат синтезаторы которые так популярность сегодня на рынке в самом что ни на есть базовом таком дефолтном состоянии то есть сравнить потому что нам постоянно конечно это супер новый синтезатор в нем много новых возможностей и мы знаем что действительно разные синтезаторы предлагают различные варианты по работе со звуком у меня было интересно как они отличаются на самом основном таком базовом уровне а это именно обычная пилообразная волна то есть генерация обычной пилообразной волны без каких-либо изменений без фильтрации без огибающих без каких-то там эффектов без реверов без всего без абсолютно на базовом уровне то есть что нам предлагается синтезатор какой у него характер на самом изначальном уровне это очень важно и давайте сразу перейдем в проект где подготовил уже самые такие интересные основные синтезаторы и так мы здесь видим вверху самые такие действительно популярные синтезаторы которые используются практически во всех жанрах музыки от поп-музыки до танцевальной музыки то есть но я уверен что каждый из вас слышал и не только слышал на работал в каждом из них это мессив сайланс серум спайр это четыре таких самых основных прям мастодонта в котором очень многие работают далее я сюда добавил уже свои любимые синтезаторы например мини-ви от артуре и вообще очень нравится синтезатора от артуре они действительно приближаются максимально к аналоговым звучанию каналам старым синтезатором а мне это всегда актуально в моем творчестве потому что я люблю звуки старых синтезаторов всякие арпеджиаторы басы лиды и прочее вот поэтому я его сюда тоже решил включить этот синтезатор также синтезатор тайрал от ее и че этот синтезатор абсолютно бесплатен то есть вы можете его скачать с официального сайта и ознакомиться с ним я очень рекомендую потому что он достаточно просто освоение ну то есть там буквально пару часов посидеть почитать мануал который прилагается на сайте и можно получать все это очень классные такие винтажные очень аналогово звучащие звуки то есть он очень сильно жирный очень плотный я вам его рекомендую и далее также включил в эксперимент три встроенных синтезатор в лоджик первый это и s2 2 см и ретро синт везде стоят абсолютно одинаковые настройки огибающих везде выбрана пилообразная волна и тут я записал такой риф небольшой музыкальную фразу на которой мы по которым мы сравним на звук на вообще восприятие как у нас меняется звучание этой самой базовой пилообразной волны от синтезатора к синтезатору я хочу это сделать вот сейчас при вас в реальном времени мне самому очень интересно потому что я конечно же знаю что разработчики используют разные ну скажем так точки для вдохновления когда для вдохновения когда разрабатывать свои синтезаторы то есть используют разные какие-то аналоговые синтезаторы они иногда об этом упоминают деньги у себя в мануалах или на сайтах иногда они это скрывают но так или иначе все равно мы работаем с какими-то сэмплами с какими-то предзаписанными которые сгенерированы каким-то синтезатором которые записали разработчики добавили к себе в движок своего виртуального синтезатора то есть разумеется это все будет по-любому где-то чуть-чуть разное насколько разная не знаю вот мы давайте сейчас это вместе и изучим и так начнем с моего послушаем нашу фразу теперь сайланд серум спайр мини-ви тарел и с 2 и с м и ретро си ну что ж на первый взгляд кажется что вроде везде все одинаково фраза та же самая звук характер звука тот же самый но если слушаться то нет я думаю что вы уже услышали некоторые различия это не только в громкости громкости кстати старался бы максимально врывнить по восприятию что нас не отвлекало но тут очень серьезные перепады именно в тембре например у мессива я больше слышу такой более тонкий какой-то звук такой ближе к высоким частотам у сайланта он более такой наоборот широкий то есть у нас есть и низкие частоты и широкие высокие частоты такой широкий достаточный диапазон по частотам песок вверху и в то же время такой гул такой носовой немножко в нижних частотах послушаем серу серым чем-то похож на сайланд но на некоторых нотах особенно здесь у серому больше проскакивает такая гнусавость какая-то ведь послушаем спайр вот особенно вот на вот этих вот фразе т т т т т т р и примут активно слышно это разница между синтезаторами то есть вот она какая-то вот именно в гнусавости в какой-то давайте вот прям послушаем еще раз ну да мы совсем тонкий в плане низких частот дать послушаем мини-ви и сравнивать сайландом я советую слушать в наушниках потому что более понятен именно спектр вас ничто не отвлекает потому что звук прямо у вас в голове можно сказать и очень хорошо слышно высокие частоты у сам ты гораздо больше выражены чем у того же мини-ви то есть это сразу слышно давайте послушаем тайрал а здесь прям очень слышно вот это низкая какой-то сап такое ощущение что как будто подмешан сап осциллятора на самом деле нет то здесь не работает только один осциллятор но видим разработчики так так заложили эту форму волны что она была с какими-то примесями мне кажется что может быть либо подмешана синусоида к основной гармоники то есть сап осциллятор либо подмешана какой-то может быть что-то типа квадратичные волны то есть пульса подмешаны это добавляет такой вот небольшой подъем в низких частотах и более такое круглое звучание так послушаем из 2 тут звучать как более гнусавый тонкая сравним смысле он при этом по верхушке характер точно такой же как у массива но добавлен чуть больше не из такой округлый с.м. с.м. такой явный завал средних частот есть явно выраженные низкие частоты и такие тонкие песочные высокие частоты и послушаем ретро синт он чем-то похож на миниви но чуть-чуть поярче то есть миниви совсем прям такой булки и давайте сейчас взглянем на замеры которые я сделал я их не сравнил просто поставил здесь везде анализаторы на каждом синтезаторов и сохранил значение сравним у нас что мы сев откроем спектр так как мы видим то здесь такой достаточно большой провал по средним частотам то есть такой немножко идет завал но очень ярко и очень насыщенно все высоких частотах то есть даже несмотря на то что вроде здесь и басы присутствует у нас все очень прям вот за очень ярко все высоких частотах видно что здесь прямо все закрашено то есть это говорит о том что действительно очень много высоких частот поэтому мы слышим такой тонкий звук и вот как выглядит форма волны это не совсем пила это какой-то такой не знаю какая-то такой спад очень такой явный то есть нет четкой волны то есть она с таким вот такой формы интересно поэтому это тоже добавляет такую некую тонкость в звук опять посмотрим сайланд здесь уже мы видим здесь тоже достаточно много высоких частот но уже больше середины по сравнению с тем же месси вам то есть вот здесь видим прям провал здесь же больше прямо этих средние высоких частот прям такая больше насыщенность и больше выражен выражен низ всем прям такие здесь тоже прям большие гармоники с очень плотные и форма волны у сайланд а вот такая форма волны то есть это восходящая пила как мы видим то есть у нас фаза начинается такая с этой страны слева направо они справа налево то есть не сверху вниз а снизу вверх и звук здесь такой более такой какой-то объемный жирный как раз потому что здесь идет идеальная такая вот пилообразная волна так дальше смотрим serum у серому тоже провал средних частотах то есть оля как у мессива это же очень много высоких частот из там видно здесь очень прям сильно закрашена и при этом есть и низкие частоты и давайте посмотрим как выглядит волна волна выглядит так же как у сайланд а только здесь в начале есть какие-то искажения здесь я не видны в начале каждого цикла есть какие-то такие искажения которые видим добавляют своих гармоник характерных так посмотрим спайр у спайра тоже провал по средним частотам даже я бы сказал и по низким средним и по высоким среднем но при этом яркий верх и достаточно мощный низ поэтому получается такой звук более прозрачный но при этом широко широкоспектрный и посмотрим форму волны форма волны здесь тоже интересная тоже восходящая пила но закруглением в начале это закругление дает такой на более мягкий звук в плане от этих средних частот то есть они чуть-чуть закруглены и поэтому не такие не такой резкий звук по гармоникам так посмотрим mini v здесь мы сразу видим резкий срез высоких частот то есть гармоник уже здесь таких нет то есть как мы на слух слышим так она и есть это же здесь такой провал средних частотах особо их нету и достаточно выраженный низ посмотрим форму волны форму волны как мы видим здесь такая немножко закругленная тоже восходящая пила то есть снизу вверх и здесь тоже небольшое какое-то искажение и так немножко дугообразной форму от этой самой пилы достаточно интересно давайте посмотрим тайрал ну здесь сразу и слышно и видно что очень много басов то есть там от басовой составляющей здесь очень выражена там видно сколько здесь гармоник задействована при этом и середина достаточно плотная то есть нет такого явного провала и достаточно много высоких частот хотя здесь тоже идет небольшой такой спад аналоговый то есть это как мы помним такой тоже заигрывание с аналоговыми старыми инструментами пытание попытка воссоздания поэтому здесь есть у всех таких синтезаторов есть такой небольшой завал по высоким частотам но тем не менее звук достаточно жирный потому что здесь очень много низких частот и также есть средние частоты поэтому с этим звуком действительно очень удобно делать басы и форму волны посмотрим здесь тоже такая немножко закругленная причем не только снизу но еще и сверху то есть тоже восходящие пила но с закруглениями это такой дает эффект сатурация когда мы у нас эти кончики чуть-чуть как бы обрубаются притупляются путь есть такой звук более круглый более жирный плюс это больше похоже на такую же немножко квадратичную форму волны так и не все дальше с 2 здесь тоже у нас есть такой какой-то прям равномерный спад средних частотах и резкое какое-то появление высоких частот и даже даже обсказал какое-то усиление идет потому что это вообще не свойственно для обычной пилы у пилы всегда гармоники спадают плавно к верхним частотам здесь же идет еще и подъем поэтому здесь дополнительная такая вот это вот яркость есть в этом звуке хотя из низкие частоты тоже хорошо представлены поэтому в есть два очень удобно делать эти плаки всякие какие-то спадающие педы потому что очень явно выражен вверх верхний частотный регистр посмотрим а посмотрим еще забыли посмотреть форму волны вот здесь кстати обратная форма волны пилы как у мессива только она здесь такая тоже более ровная но при этом тоже есть искажения в начале цикла то есть какие-то ведь из из циклов цикл есть небольшие какие-то свои искажения которые добавлять нелинейности звуку это достаточно интересный хорошо посмотрим с м так здесь нас тоже явно выраженный низ это понятно потому что этот синтезатор предназначен в первую очередь для накручивания всяких басов и здесь тоже идет плавный такой аналоговый спад высоких частот но при этом здесь и так присутствует и верхняя середина то есть даже уже область такого прям верха начала верха прям достаточно сильно здесь присутствует и при этом достаточно выраженный низ и посмотрим форму волны форма волны здесь тоже такая немножко закругленная в восходящая пила и тоже немножко нелинейный звук такой своеобразный достаточно интересно и посмотрим последний синтезатор ретро синт здесь опять же провал в средних частотах прям тут нет такого большого количества гармоник то есть видно что здесь все достаточно пусто просто основные гармоники только идут и уже опять же тут много всего происходит верхних частотах но при этом уровень них плавно спадает то есть как у аналоговых цифра аналоговых старых синтезаторов и также есть представлен бас но не такой жирный как у того же например тайрова то здесь по форме наверное это все-таки ближе к мини-ви то есть если сравнить то есть что-то похожее есть в форме именно спектра то есть мы видим только здесь вот у меня есть такой дополнительный всплеск здесь он поменьше здесь тоже у ретро синта чуть больше высоких каких-то всплесков здесь их меньше ну а спад идет примерно похожий только у меня более резкий а в нижних регистрах все примерно похоже то есть вот как вы видите здесь кстати тоже обратно идет пила у ретро синта но она такая достаточно стабильность с мелкими только какими-то искажениями иногда возникающими но в целом все достаточно стабильно то есть как вы видите мы сейчас рассмотрели такие основные синтезаторы достаточно интересные сравнения я и на слух для себя очень много открыл и мы глазами посмотрели по анализаторам что действительно все не совсем одинаково и какой могу сделать вывод из этого вывод состоит в том что нужно изучать синтезатор именно вот таких самых базовых вещей то есть именно привыкать к синтезатору как к такому не знаю некому персонажу с характером то есть надо понимать что например если нужен баста я скорее всего обращусь к той роли и например и sm потому что них явно выраженный такой низ даже от без всяких обработок то есть без каких-то эквализации без каких-то фильтрации то есть бесед на самом базовом уровне уже заложен характер разработчиками соц синтезатор вот поэтому даже на таком уровне уже можно выделить приоритеты тех или иных синтезаторов для разных целей но это конечно же не значит что нужно там примесив использовать только для пэдов каких-нибудь там например или тарел только для басов и ограничивать себя этим нет я просто говорю к тому что такое количество синтезаторов на рынке она вот обусловлено вот именно тем что везде какой-то некий свой характер но достаточно самом деле владеть тремя четырьмя синтезаторами чтобы перекрыть все потребности в создании звука поэтому не стремитесь прямо все зовут скачивать или там покупать кучу каких-то синтезаторов их искать пресеты просто выучите хотя бы 34 поймите и характер вам гораздо проще будет начинать свои треки и просто уже добиваться свою собственную звуку то есть не работать с пресетами и часами сеть выбирать нужный пресет и какой-то подходящий под ваш ориентир а именно четкий какой-то выбрать синтезатор и нарулить тот звук который вам нужен уже используя его какие-то сильные или там слабые стороны уже по-своему поэтому я вам всем советую потестировать те синтезаторы которые у вас есть вот даже такими вот абсолютно базовыми такими способами чтобы просто для себя получше понять с чем и когда стоит работать что применять и так далее но если вы совсем новичок при работе синтезатором и вам интересно что происходит дальше то есть такой фильтр что такое что такое огибающие то я рекомендую наш курс от logic про help который называется легкий синтез в ретро синт несмотря на то что я там все показываю на примере встроенного в лоджик синтезатор ретро сет который мы с ним тоже рассматривали я даю там очень много знаний в принципе по синтезу то есть ретро синтезом такой базовый синтезатор можно сейчас его посмотреть то здесь есть различные движки fm синтез волновой синтез табличного на вой аналоговый синтез sing синтез то есть самые такие базовые принципы в нем здесь есть и даже если вы не работаете в лоджик просто посмотрите курс будет полезным для того чтобы осваивать любые синтезаторы которые вы захотите потому что в ретро синте есть абсолютно все что есть у любом другом синтезаторе вот поэтому я буду дам давать очень много теории очень много каких-то советов которые не касаются только ретро синта то есть ретро синтам просто используется как пример поэтому если вы работаете в каких-то других секвенсер с другими синтезаторами я тоже вам советую этот курс потому что там действительно очень много такой теоретической выкройки по различным синтезом то есть это вот именно такой начальный уровень если вы не знаете с чего начать как структурирует свои знания направить их в одну точку вот я советую этот курс и у вас есть уникальная возможность в течение 24 часов по специальному промо-коду который вы увидите вот здесь на экране и также будет в описании вы сможете приобрести этот курс со скидкой 50 процентов только эти 24 часа после публикации этого видео поэтому не пропустите я вам очень рекомендую использоваться этим шансом и приобрести этот курс за пол цены он вам даст очень много знаний которые помогут вам освоить вот реально любой синтезатор то есть дальше уже просто вам нужно будет посмотреть мануал почитать по конкретному ситуацию чуть покрутить но вы уже будете понимать изначально когда открывать впервые синтезатор любой что где есть для чего для чего нужно как и так далее куда идти куда нажимать поэтому я вам очень рекомендую этот курс и также обязательно ставьте лайки и пишите комментарии что вы думаете по поводу сегодняшнего нашего эксперимента как он вам понравился не понравился может быть это предложение что мне еще поэкспериментировать с чем в следующий раз и конечно же пишите мне в личные сообщения какие-то пожелания оставляйте комментарии в группе подписывайтесь обязательно на канал logic pro help ставьте колокольчик чтобы не пропустить следующие видео которых будет очень много скоро также будут различные интенсивы много новостей так что следите подписывайтесь и будьте на связи с вами был дмитрий урсул всем успехов в экспериментах всем пока дмитрий субтитры сделал DimaTorzok